Доброе утро, друзья! Вы на канале все для клёва. В очередной раз приехали на Петрадолинское озеро испытать новые снасти, испытать прикормки и подраздить местную рыбу. Хочется поймать быстро, много и к обеду уже уехать домой. Мы находимся на Петрадолинском озере и, как мы знаем, здесь есть толстолоб, белый амур, карась, карп, вся мирная рыба. Хочется половить и толстолоба и карпа большого поймать, поэтому будем использовать несколько прикормок. Во-первых, тестируем сегодня прикормку от фирмы Айпосекай. Называется толстолоб водоросли. Зеленая водоросль. Она такая, смотрите. Она такого зеленого цвета. Смотрите, такая. Запаха водорослей я не чувствую, но, тем не менее, что-то такое тут есть. Она используется как коснова для того, чтобы можно было поймать толстолобу. Также от фирмы Айпосекай наш вулкан короб. Мы раньше использовали Айпосекай вулкан ваниль, а сейчас есть уже специально для короба такая. Интересная. Тоже она такой цвет, как была раньше. Такого насыщенного такого бежевого цвета. Прикормка. Фракция такая средняя. Среднего помола. Ну и две венгерских прикормки. Это Техноплантон и Кукрамонтон. Тоже для ловли полосолоба. И лифтерная крошка. Такая лифтинговая смесь, которая позволяет создаваться этой облаку муки. Которая так нравится толстолобу, коробку и другой мирной рыбе. И самое главное, друзья, меня часто спрашивают. Вот делаем как вы, но у нас немножко не получается. Самое главное, не превращайте прикормку в кашу. То есть не делайте ее сильно густую и мокрую, тяжелую. Делайте ее такой, чтобы она работала. А для этого не нужно сильно много воды. Буквально чуть-чуть. Только вы сбрызнули водой, чтобы она начала работать. То есть активизировалась. И все. И вся рыба будет ваша. Поэтому не переборщите с водой. Друзья, многие подписчики спрашивают меня, как я делаю снасть с фидерной кормушкой от фирмы Потар. Тут ничего тяжелого нет. Тем более, что мы сейчас ловим на настоящем водоеме. И вот этот отводик мы вставляем в верхнюю часть нашей кормушки. Здесь есть такое небольшое отверстие круглое. Вот. Вот таким вот вариантом. И лишний кусочек нашего отводика мы отрезаем. Вот так. Получается такой коротенький отводик. Вот. И отсюда будет идти поводочек. Берем основную леску нашего водилища. Вставляем вот-вот. Вот она. Берем литужочек. Привязываем его любым удобным для вас способом. Не забываем смачивать все узлы. Мы это делаем по рыбаске, слюнями. Как и многие из вас. Отрезаем лишнюю леску. Кстати говоря, хочу сказать, удобная такая штучка такая продается в нашем магазине. Для инструментов, которые нужны, чтобы были всегда под рукой. Так. И надеваем наш коротенький поводочек. Методом петля в петлю. Раз. Друзья. В очередной раз мы экспериментируем на рыбалке. И хочется попробовать такой power smoke от фирмы Corona. С запахом аниса. Это флюоресцентная такая добавка, которая создает муть. Светящуюся муть. Поэтому, как мы ее используем? Берем нашу прикормку. Где-то до середины ее забиваем. Вот так. Потом, после этого, сюда берем. Вот так достаточно. И добиваем ее полностью до конца. После этого, берем наше пенотесто. С запахом меда. Надеваем наш крючочек. Вот так. И забрасываем. Вот такой маленький у нас поводок получился. Вот такая красота. Вот так вот. Друзья. Между тем, у нас поклевочка. Вот такой карасик. Небольшой карасик. На нашу кормушку фильтрную от фирмы Potap. С маленьким поводочком, крючочком. А между тем, хочу напомнить вам о том, что проводится конкурс. В честь первой годовщины нашего создания нашего канала. И всем советую в нем поучаствовать. Посмотрите видео ловля монстров. Ловля монстра. Клевое место. Клевое место ловля монстров называется. Вот. Там все условия конкурса есть. Поэтому, буду рад, если вы будете участвовать. Друзья. Кажется, эта муть интересная. Плюресцентная. Она дает свои результаты. Слушайте. Все-таки, что-то в ней есть такое, что рыбе нравится. И ее добавить то, в принципе, есть результат. Это мне нравится. Опа. Друзья, только что была поклевка, и у меня сорвался толстолоб из-за того, что был поставлен маленький крючок. Я этот вариант устранил. Вот я поставил чуть больше крючок. Вы же помните, да, что вытаскивать рыбу не надо спешить. Наш толстолобик, который мы ловим, очень сильный, поэтому не стоит его быстро вытаскивать. Все. Что же у нас, друзья? Видите, красавец какой? Вот он. Красавец. Прекрасненький толстолобик. За верхнюю губу взялся хорошо. Ну что ж, друзья, будем заканчивать нашу рыбалку. Не скажу я сегодня, что она прямо там удачная такая. Как помните, как в этом мультфильме Акела промахнулся, Акела промахнулся в Маугле. Примерно у нас тоже самое. Такие дни тоже бывают у рыбаков. И у нас такие бывают. Поэтому, как говорится, маемо, что маемо. Ну, если видео было полезным, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал вот здесь вот. На наш канал «Всё до клёво». Всем удачи, всего хорошего. Встретимся на рыбалке. Всем пока.